Ну, вы мои друзья, то есть я ни с кем больше не общаюсь, кроме там сестры, понятно, но это... Как она успеет там? О, Полина Кокс! Не рожая детей молодая... Полина Героиновна, это ты? Кокс это вещество, вырабатываемое при вытопке угля, поэтому не надо, пожалуйста, перебрыхать. Ты такая умная, столько всего знаешь. Читать надо книжки, статьи, научные статьи, книжки. А ты читаешь книжки, Героиновна? Послушай, кстати, Кокс, почему ты такую к***ю не видишь, скажи? Я ненавижу, я на украинском мове здесь спилкуюсь. Тебя... Да, кто-то из них был у к***я по кругу, когда пускали, да? Чё такая злая на у к***я? Чё ты так проклинаешься, за что? Осуждайте категорически полностью каждое слово, которое ты сказал. Да я видел твоё... Самое главное высказывание моего стрима, каждого, вот только об этом говорили, не бывает плохих наций, есть плохие люди и плохое воспитание. Никогда, ещё ни разу в жизни, вообще ни разу, я не принижала людей по национальному признаку, или по расовому, или по гендерному, никогда, никогда. Мне сегодня чувак с Украины в туфлях танцевал на фоне ковра, я ему ни слова плохого не сказала, похлопала в ладошки, потому что он попросил посмотреть. Ты чепуха лысая, будешь мне сидеть рассказывать, что я кого-то там ненавижу? Я не люблю лжецов, я не люблю хамов, я не люблю лицемеров, я не люблю тупых людей. Да, извини меня, но я откровенно не люблю тупых людей, потому что я считаю, что тупой человек — это человек, который решил не преисполняться в этом мире, решил ничего не узнавать. Окей, хочешь сидеть в болоте — сиди в болоте, но не нужно тянуть в это болото других людей. И если ты тупой нацик, это не значит, что все вокруг нацики. Еще раз повторю, я осуждаю данные высказывания этого лысого человека. Мне абсолютно наплевать, какой нации человек. Если он адекватен, добро пожаловать в мой мир, я всегда пожимаю ему руку. Вчера, вы помните, мы разговаривали с мужчиной, который 10 минут нам рассказывал, какой у него сельхозбизнес, чем он занимается. Он фотографии нам свои показывал, мы борщ с ним обсуждали. Мне тут какая-то чепушня будет рассказывать то, что я кого-то ненавижу. Нет, ребята, я люблю всех хороших людей. И вообще, закажите песню «Я люблю людей». Я не сомневалась даже, если честно, что включать ему звук не требуется, потому что это просто позор. Я тебя попрошу просто, потому что я уже знаю у украинцев, которые стыдятся, таких как ты, тарахтелок, материлок. Просто прекрати, просто захлопни свою варежку. Молчание – золото. Учись, учись, еще раз учись. Знание – свет, а не учение – тьма. Ну, успокоился, нет? Заспокойся, заспокойся, киця моя. Я все равно не слышно. Реперша, ты хуйня. Почему он все время так много материться? И где его родная мова? Я не бачу ни какой родной мовы. Где твоя украинская мова? Что с тобой случилось? Чому ты только на русском нецензурном мате спілкуешься? Это ж позор. Мне противно, мне это неприятно. Вот у меня был пес. Был пес год назад. Его звали Дючка. Вот и так же само ты. Пес по кличке Дючка. Пес Дючка. Understand? Где твои волосы? Что с ними случилось? А ты от злости облесел? От лжи? Вот видишь, где волосы? Вот. Даже на пальчик. Все на руки ушли, да? Это тебе так вагин. Господи, какая-то шнотворное существо какое. Ладно, я вам зачитаю отрывок из трека «Базар». «Базара ноль». Полина Коксканди флип «Базара ноль». Мы замечали, как все они врут. Я не делаю вид, что мы сами не врали. Я жгу фотографии, стираю флут. Я пытаюсь забыть, но я помню детали. Тащу реликвии и выбросить. О, другую песню. Лжецам нужна хорошая память. Они хотят варить дерьмо, хотят кого-то подставить. Лупые люди, как ваксы. Они… Фокс, фокс. Какая попсня, какая попсня. Вырубите нахуй. Вырубите нахуй. Что ты попсню такой? Завтра он будет у меня на канале. Наконец-то новая нарезка. Аноним, прости, пожалуйста. Да, ты заказывал эту песню. Сейчас включим. Ладно, расскажи, чего ты добился в свои 40 лет. Давай, давай я тебе рассказываю. А ты включила микрофон? Я включила, конечно. Я выключаю по одной причине. Ты без остановки материшься. Только из-за этого выключаю. Не матерился бы, я бы вообще не трогала микрофон. Я тебе рэп читал. Я тебе рэп. Поля, я тебе рэп читал. Кстати, а тебя смотрят только ватники или нормальные люди тоже за тобой наблюдают? Но если меня смотрят 2000 человек и все они из разных стран, я думаю, что нормальных здесь большинство. Особенно потому, что у меня абсолютно адекватный чат и нет никакого негатива. Я неадекватный за то. Тогда… Называется мой канал. Пусть нормальные люди ко мне подписываются, а ватная с тобой остаётся. У людей происходит отторжение. Особенно после того, как ты сделал вот так и сказал «вотчайно». Я понимаю, вы здесь, по-моему, сами себя, ну, как бы, имеете, да, понимаете? Вы сами себя имеете тем, что вы говорите. Вот я не политический блогер. У меня флаг России, потому что я живу в России. Новый атрибут, который мне оплатили подписчики, мне очень нравится, мне очень идёт. Пилотка военных лет. Может, вы скажете, вы не уважаете людей, которые воевали за нас во Вторую мировую войну? Или, может, вы скажете, там не было украинцев, не было белорусов. Были все, был общий народ. И вот я придерживаюсь такого времени. Чей борщ? Он не украинский, он не русский, он общий. Это славянский суп. И так же совсем абсолютно. Русский язык – это международный язык. Он по факту признан международным. Почитайте в интернете. Хоть чуть-чуть, ну, хоть немножечко изучите информацию. Героиновна, подожди, а при чём здесь вообще язык русский? Я тебе что, за язык что-то говорю? Я тебе пытаюсь объяснить. Ты меня тут к нацистам приплёл. Я осуждаю нацизм категорически. Кат-е-го-ри-чес-ки. Как фашистский? Ты называешь флаг моей страны, в которой я живу, в которой я просто прекрасно живу. Я абсолютно счастлива. Ты называешь его, видишь, такими словами. Ну, о чём с тобой говорить? Спасибо, Геранчик. Все песни включу после фрика. Спасибо, родной. Спасибо за поддержку. А сколько в интернете здесь у вас на рашки баба-рабов, тряпок? Тебе столько денег пришлют, что вообще. Баба-рабов? Баба-рабы, да, которые ради бутончика тебе пришлют всё, что угодно. Да, я бутончик не показываю, Зая. Это же ты тут всякие символы импровизируешь. Александр Эм, Заянёс, красава. У тебя на голове бутончик, пилотка. Слушай, Коксовна, что ты такая попрошайка? Что ты работать не идёшь? Пи***ь здесь умничаешь языком своим. Спасибо, что признаёшь, что я умная. Мне очень приятно, что ты называешь меня Поля. По-всякому рандомизируешь моё имя. Из Кокс превращаешь меня в Коксовну. Я понимаю то, что ты мой фанат. Я понимаю, что ты тот самый подписчик, который сидит на стриме весь стрим. Наслаждается, кайфует, теребонькает, наверное. Но не ставит лайк. И, о боже, вот оно твоё наказание. Ты смотришь стрим и не ставишь лайк. О, это просто взрыв мозга. Я просто в шоке. Ну, ты, конечно, сила. Ну, ты, конечно, мощь. Смотри, ты сексист. Ты делишь там на бабарабы, не бабарабы. У меня девчонки, знаешь, какие деньги кидают? Девчонки. Потому что они за меня, они за свою страну. Они музыку мою слушают, проникаются, понимаешь? Я душа человека. То есть я не делаю то, что они искренне. Я такая, какая я есть. Именно поэтому я блокирую негатив в чате. Зачем он мне, если я всё равно не буду менять себя под людей? Поэтому, да, я заслуживаю этого. Да, я работаю. Ну, сколько? Сколько я сплю? Я ложусь спать 4 часа утра, встаю в 10. 6 часов. Ну, это нормально, кстати. Дональд Трамп говорил, что он спит 5 часов в день. В книге «Богатый папа, бедный папа» он об этом рассказывал. Он сказал, что иначе ему не хватает времени. И 19 часов в день он живёт и работает. Вот я примерно так. А что делать? Я молодая, у меня есть силы. Я сегодня в Телеграм выложила, какие лекарства я принимаю, что я ем. У тебя тяжёлый диабет. Какие силы у тебя? Ты еле ползаешь. Когда ты будешь на высоке, не забывай, с кем ты ползал езжи. Я никогда не забываю. Никогда не забуду. Вот волосок даёт. Рассмешил, ребята пишут. Рассмешил, рассмешил. Кто тебя рассмешил? Не меня. Люди пишут, ты их рассмешил. Лысёнок рассмешил. Лысёнок, лысёнок, волосок. И лоточку одела. Сзади флаг власовский повесил. Это пи***. Власовско-путинский, сказал бы. В каком году этот флаг появился, ты знаешь, и при ком? Какой правитель вывесил триколор наш? Кстати, послушай. Знаешь ли ты, какой правитель вывесил наш триколор? А почему ты такой? Знаешь ли ты, какой правитель и в каком году вывесил наш триколор? Вы ещё смотрите? Потому что ты про флаг сказал. Она же тараторит безумол. Сказать слово не даёт. Слово? А зачем нам нужен твой мат и твой негатив? Ты слов-то не знаешь. Но украинский даже ни разу не смог перейти. С тобой тупо неинтересно. С тобой дуже сумно. Это Сочи, привет, добрый вечер. С тобой дуже сумно. Ты сказал про флаг. Это был твой как бы, ну, аргумент. Я задаю тебе вопрос. Поясни, почему это власовско-путинский флаг и скажи, в каком году этот триколор был вывешен и каким правителем? Очевидный вопрос. Справедливый вопрос. Я не знаю, когда он появился, но я его на хуй повертел, эту тряпку, я хуй в ваш триколор. Ты не знаешь, когда он появился, ты не знаешь, какой правитель его вывесил. Я не помню, я не помню, он мне на хуй нужен. Конечно, но для того, чтобы что-то говорить, нужно что-то знать. А у тебя, получается, ротик работает, а мозги не сильно. Синоптические связи не образовываются вообще. Нет, смотри, главное, чтобы у тебя хорошо ротик работал. Пососи цукерку. Чупа-чупс, как будет на украинском? Не знаю. Я сахар не ем, если у тебя есть на Мальтите, например. А, точно, я забыл. Сейчас диабет, тебе нельзя сахар, да, сладкое тебе нельзя. Да, я не ем сахар, потому что я слежу за фигурой, и белый сахар – это смерть. Коля, я тебе дам пососать другую цукерку, без сахара. Без сахара, безо льда. Ты давай съем, блин. Родной, проверьте свой лайк на стриме, пожалуйста, это очень важно. На России очень много этих баборабов, тряпок, подкаблучников, они тебе накидают денег, 100%. Тебе даже им бутончик не надо показывать. Подожди, ты сам стример какой-то или блогер, допустим, был бы. Ты мужик, просто теоретически, да? Тебе кидают донаты люди. А ты тогда что? Получается, тебе кто? Мужа тряпки кидают донаты или что? Что за сексизм? Что за бредятина? Не, у меня был канал, его заблокировали. Ну, неудивительно, что его заблокировали. У тебя рот как помело. Ты вообще свой разговор, ты его не фильтруешь, никакой фильтрации не проводишь вообще. Никакой цензуры. Ты просто несешь какую-то чушь. Порешь какой-то бред. Я не знаю, как тебе еще объяснить. Ты втираешь мне какую-то дичь. Оля, смотри, ты поддерживаешь. Честно говоря, фекалии, грубо выражаясь какашкой. Вот они, в животе выходите, Герман Шеф. Да еще пару. Так нет, мы должны завалить так, что проход нарушен. Вот так мы его заваливаем, мы говорим, заваливайте этого человека. А боишься матов? Я боюсь матов. Я тебе объясняю, за что тебе канал заблокировали. Канал за другое заблокировали, ваши жалобы. А, ты свой микро-чилин показывал? Что показывал? Микро-чилин свой. Свой лил панас. Что? Не понял. Ну, очень интересно. Всем добро пожаловать на канал, ребят. Я вам сейчас никогда так и не поставила. Кстати, почему там уже нет? Я не могу пока поставить пись. Кто тебя выдержал? О, 60 тысяч тебе пришло. На телефон. 30 тысяч. Бабараб прислал. Ай, бляхо. Фантазерка, бляхо. Ну ты героином надаешь. 30 тысяч прислали. На венок тебе прислали. У меня ноги онемели. У меня руки трясутся, прикиньте. Мне кажется, у меня ватный сахар. Ноги ватные стали, ватные ноги у ваты? Да, 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 да. Офигеть, осталось 30к, и мы берем телефон. Я сразу буду заказывать. С самовывозом, где завтра можно забрать. Какая ты счастливая. Ну, кстати, а тебе нравятся такие телефоны? Их не прослушивают, они прикольные. А для чего это? А вот такие нравятся? Подожди, то есть ты, получается, сидишь в чат-рулетке. Ну, очевидно, что тут все как бы инет, таргетированная реклама, на которой ты дала рекламу. Все прослушивается, согласие, все прослушивается. И ты для чего-то кирпич покупаешь? У меня еще такой есть. У меня еще есть такой. Подождите, Геха, ты что-то натворила вообще? У меня голос пропал. А у тебя одного телефона нету. Видишь, какая ты нищая? Какая вы нищета там? Я с планшетом сижу, Зай. У меня два планшета разных, с разными задачами. Телефон, ноутбук. У меня еще и планшет есть. Ну, есть планшет еще и что? Что это за бренд? Что это за пиксель маленький? Как ты в него смотришь? У меня, блин, телефон почти такой же. Что такое? Не знаю. Какой-то обычный, какой-то лоховской. Не знаю, как у вас. Слушай, я не знаю, что с тобой происходит. Я еще раз повторюсь. Я никого не травлю. То, чем ты сейчас занимаешься, помимо цепсошничек. Не-не, завязывай, завязывай, Полина. Ты их и занимаешься. Подожди. Ты начинаешь какую-то дурнести, как будто бы телефонов у нас каких-то нет, как будто бы у нас чего-то нет. Кто у нас нищий? Ты понимаешь, мне человек в России 30 тысяч рублей только что отправил на телефон. Ты будешь рассказывать, что у нас нищие люди? Слушай, прикуси свою жалость, зависть. Прикуси свою жалость. Прикуси все, что у тебя... Послушай, даже если тебе отправили к фоксовну, еще 30 тысяч прислали, такая фантазерша. У меня руки трясутся, мне пятнашку еще отправили. Еще пятнашка, я покупаю телефон. Господи боже, спасибо тебе, лысая гнида. Слушай, там поют... Тут поют твои этим... Рулит поют. Я рада. Твои путинцы пришли ко мне на канал, пишут. Я рада, ты ж прорекламился, ты доволен. Пусть мои ролики посмотрят. Завтра все посмотрят это видео. Я делаю... Его в воскресенье лучше дропать. Я делаю ставку на 500-ка прослужим. Да, завтра выложи, еще скажи. Канал... Здравствуйте! Я ставкаю в Толете! Пусть заходит. Обожаю так делать. Я знаете, короче, как сделаю? Это вот кто будет смотреть нарезки. Зацените, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такой прикол. Я, короче, когда ты название канала говорил, вырубила тебе звук. И потом я поставлю из какого-то мема вставку. Типа, например, мафиозник. Или, например, что-то более паршивое. Я какаю в туалете. Это будет очень угарно. Онлайн подрос. Спасибо большое всем, кто пришел. Так там же матов много, тебе придется там запикивать долго. Я тебе почти все время звук вырубала, не беспокойся. Все время, да? И даже... А почему тогда пришли твои эти ватники? Нет, когда ты матерился. А когда канал называл, не вырубала. Просто в основном ты материшься. Когда я вижу вату, я матерюсь все время. Понимаешь? А ты в больнице лежал когда-нибудь там, когда уколы делают, ватой попку протирают. Вот я сегодня укол делала, мне протирали. Но у меня спиртовая салфетка была, кстати. Болит, какая что-то пошлая. Что? Получается, все процедурные медсестры, если вы смотрите, это, но вы пошлячки. Конечно, до ягодичной мышцы добрались новые наглые, ребят. Да нет, ты просто меня увидела и течешь все это время. Поэтому ты со мной вообще... Я вот высохла все это время, я высыхаю. Смотри, сколько я воды выпила за наш разговор. Мне прям реально плохо от тебя. Ты меня высушиваешь, ты как бы забираешь молодость. Ты такая молодая и уже фригидная, уже сухая. У тебя уже гербарий. Я тебя хотел точечку джи умассировать. Ребят, напишите какие-нибудь мемы в телевизоре, которые с блевотиной связаны. А то я что-то найти не могу. Простота хуже воровства. Я знаю всех ваших блогеров, смотри. Я вообще, я честно не знаю, что сказать. Да героином, но потом ты там посними, говоришь, будешь благодарить за это. Ни хрена себе ты наглый вообще. Смотри, ты была раньше более-менее, была еще такая молоденькая девочка, тебе там было лет 18, такая нормальная. А сейчас ты превратилась просто в ватную путинскую с***, понимаешь? И ты на миротворце уже есть, если что. Поэтому ты тоже будешь отвечать за все. Каждый ответит. За пропаганду этого русского путинского мира. Каждый ответит. А зачем тебе это надо было? Ну я не пропагандирую никакой мир. Я просто общаюсь с людьми, ни хуйни несешь. Брехню полную. У меня все это на коменте, ой, на канале сохранено, все нормально. Вот смотри, ты у тебя брат, это твой родной брат или двоюродный? Это брат по понятию. Видишь, какой-то хреновый фанат. Ты все изучила, а стримы плохо смотришь, невнимательно. Смотри, смотри. Я вообще ничей не фанат. Посмотри. Человек изучил все мои видосы до 18-го года. Я вообще ничей не фанат. Ежи, ежи, ежи. Привет всем, Воронеж. Я знаю всех блогеров. Я его не смотрю, но я знаю, что человек хреначит, как папа Карло, в принципе, так же, как и я. Каждый получает то, что он заслуживает. С детства нас учат, что посеешь, что и пожнешь. Ты не усвоил самые главные и ключевые уроки, которые дает эта жизнь. И я уверена, что у тебя были шансы послушать и почувствовать эти уроки. Но ты ими просто не воспользовался. Просто не воспользовался. Тебя учили. Не ври, не уби, не солги. Не ври, не солги одно и то же. Понимаешь? Чревоугодие, кстати, тоже грех. А судя по твоей фигурочке, ты чревоугодствами-то занимаешься вообще регулярно. С их мышц. Если что, я 40 лет в спорте. Послушай, вы мокрушников никогда не были. Я вас ненавижу, мокрушников. Вы все будете отвечать. Вот ты будешь так рот открывать, будешь и... Чупа-чупсы? Да. Это что, угроза всем диабетикам мира? То, что вы, типа, будете нас силой с сахаром кормить? Зачем? Ну, типа, ты диабетиков будешь вылавливать и вот так накармливать сахаром? У тебя диабет. У тети Славы нету диабета. Мы говорим про тетю Полину Кокс. У тети Славы? У тети Славы, дяди Славы, есть ж... А как, получается, подожди, а у вас там, типа, все, ну, это самое, да? Это самое, ну, типа, туда-сюда делают, да, друг с дружкой? С побратимчиками-то, да, часто? Я тебе раз, два по очереди беру. Че ты тараторишь, а, Коксовна? Смотри, поймали вашего генерала. Саньку, Саньку, забыла его фамилию. Маковников или как? Георгий Бражник, 500 рублей. Он танцевал, он танцевал стриптиз для своего бойфренда. Представляешь? Генерал, б***ь, генерал. Боря Моисеев у вас был, «Колубую луну» пела вся Россия. И ты будешь рассказывать, Украина, это Европа, ты будешь рассказывать, что я злая, а ты добрый, ты будешь рассказывать, что вы лояльны, а мы не лояльны, ты вообще понимаешь, как ты позоришь всю свою страну. Остановись, я тебе еще раз скажу, язык твой, враг твой. У нас принцип абсолютно другой, я как минимум говорю за своих роднулик и за себя. Спи с кем хочешь, главное, свою кровать на других людей не перебрасывай, свое одеяло не натягивай, понимаешь? Вот и все. У тебя даже интернет не вывозит этот разговор. Ты никак, вообще никуда. Это объясняю, у вас даже певец-шаман, который русский, встанет на колени, он голубой. Хороший пример, кстати, шаман, абсолютно нестандартный человек, со своим стилем, с татуировками, с какими-то дредами, всем насрать на это. Нам важна душа человека, все его принимают. Мы не за внешность, не за оболочку, мы за человека, за душу. Мы не за землю, понимаешь, мы за людей. Как тебе это объяснить? Я не знаю, как тебе еще это объяснить. Понимаешь, у вас Путин даже мальчиков животик и целует. Пи*** у вас Путин. Как думаете, мультики рисуют и по телеку показывают? Прикиньте, мультик нарисовали, как кто-то кому-то животик целует. И они такие, оооо, какая интересная анимация, наверное, она срисована с реальной жизни, это же правда. Полина героина, я тебе желаю, чтобы ты от путинизма излечилась и от диабета. Нет, твой диабет, он не лечит, только второго типа лечит, вроде, да? Твой не лечит. Молодец, ты внимательно смотришь или подготавливаешься к тому, что у тебя скоро диабет второго типа будет? Короче, я тебе желаю, чтобы ты вылечилась. Давай, счастливо. Пока. Пока-кай. А если что, если что, подходи. С каждого роднулечки, с каждого человека, который посмотрел это видео, один комментарий с вашим мнением, как минимум, а лучше 3, 4, 5. И обязательно ставьте лайк. Это видео показывайте своим друзьям, которые не понимают, что происходит. Делайте репосты куда-то. Можно репостить на стену ВКонтакте, можно репостить куда-то еще. Рассказывайте друзьям, поддерживайте ребят. Для того, чтобы мы не потерялись в случае Додос-атаки, для того, чтобы не потерять на случай блокировки Ютуба, Додос-атаки, блокировки канала, у нас есть видео Телеграм-канал. Специально для того, чтобы вам легче было туда подписываться, чисто для мотивации, я выкладываю туда видео нарезки без цензуры. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ